Всем привет! Зовут меня Леонид. Чистку пришел 12 дней назад, 9 августа. Мое видео в ютюбе 854 и 855. Прошел чистку 12 дней назад, а посмотрел ее 9 дней назад. Ольга мне послала инструкции вместе с чисткой. Я не понял, подумал, что это только инструкция. Начал смотреть, не обратил внимания. Потом Ольга опять пишет. Вы посмотрели свою чистку? Вы ее прослушали? Какая чистка? Судорожно стал сказать, нашел чистку. Столько ждал, боже мой, она у меня 3 дня стоит. Стал судорожно вспоминать, что же было за эти 3 дня, что я ничего не мог... Надо же вспоминать. Ничего существенного вспомнить не мог. За заключением одного, что именно в момент чистки, именно в момент, я чуть не сбил пешехода на пешеходном переходе. Я думаю, что это далеко не случайность. Обычно такие вещи не случаются так же. Может, в последний раз я помню такой момент у меня был лет 5 назад. И именно в этот момент этот произошел. Для того, чтобы понять дальше, что какие-то еще изменения у меня прошли за эти 12 дней, расскажу вам некоторые моменты моей жизни. Во-первых, я чувствую сущности. Чувствую, я их стал чувствовать лет 8 назад. Неожиданно. Или ожиданно. Какая разница. Почувствую, я даже не помню, как я уже почувствую. Я знаю, что уже давно они у меня ходят. И вот, как они приходят? Ну, как я скажу, по-разному. В основном, процентов 50 в виде кошки. Ходит вокруг меня ночью, ходит, ходит. Раз, два, три раз, остановился у головы. Чувствую, что уже пошел отток энергии от головы. Потом второй раз, нет, другой раз. Ходит, ходит, остановился около ног. Вот это два вещи, голова и ног, где чаще всего. Иногда руки. Но в основном это. Идет отток энергии. Иногда они прыгают. Иногда они шлепают. Вот пару раз шлепалась с потолка, прямо рядом со мной. Прыгают, как зайцы. Иногда я чувствую просыпаться поздно ночью. Думаю, кто-то прилип к спине. Думаю, вот это да. А как избавиться? Нет, боли никакой нет. Просто вот чувствую, прилип и все. Приходится встать, как-то ходить, ходить. Все, размалчать, все. Чтобы от нее избавиться. Иногда ходило до того, что по 10 раз в течение 5 минут, меняя ноги, ставлю в одну сторону дивана, она идет туда. Ставлю в другую сторону дивана, она идет туда. Я так туда-сюда, туда-сюда. А, надо и дай. Я думаю, да пускай уже это отсасывает, эту энергию. И уже надоело. Иногда, вот просыпаюсь в последней ночи и чувствую, сущность на стуле сидит. И точно. Через минуту прыгает. Вот у меня пару раз было того, что я слышу шаги. Идет, прыгнул на диван и опять та же история. Короче, с этими сущностями была целая проблема. Я же подумал, что я избранный. Ну как? Я чувствую сущность, а больше никто не чувствует. Думаю, значит, что-то мне дано. Значит, я какой-то такой необыкновенный человек. Начал заниматься эзотерикой. 3-4 года. Занимался ничего хорошего. Не пришел в этой эзотерике. Только время убил. Единственное, что у меня осознанные сны. Через раз в 3 дня у меня бывают осознанные сны. То есть я дошел до осознанности. В астрал пытался выходить. Уже почти выходил. Но что-то меня сдерживало. И на следующий день я обязательно слушал такие программы, где говорят, что не надо их. То есть кто-то меня сознательно сдерживал, чтобы я не вышел в астрал. Может, это и к лучшему. И никому не расскажешь об этом. Пару раз пытался пару людям рассказать. Смотрит на меня, как на дурачка, говорит. Эй, ты, что-то у тебя крыша едет под старость лет. Один раз своей сестре пытался рассказать. Объясняет им, что вот как они приходят. Ходят. Она так смотрела на меня, смотрела. Говорит, Леня, это не сущность. Это белочка. Посмеялся я, конечно, внутри себя. А потом подумал, не очень-то и смешно, если моя сестра даже думает, что я крыша едет, то белочка, конечно, не должна вроде прийти. Я не пью так много, как обычно, как все русскоязычные. Ну, нормальные русскоязычные. Короче, с этими сущностями ничего не получилось. Но главное, что? Получается, что сущности, как геморрой. Не самому посмотреть, не людям показать. Но главное, что интересно, что с момента чистки они исчезли. Хотите верть, хотите не верть, они исчезли. И я по среде ночи просыпаюсь, ну, не постоянно, я редко просыпаюсь, сон у меня хороший. Просыпаюсь, думаю, ну вот, ну вот, должна, должна что-то шевелиться, должно что-то пройти, должно где-то к рукам, к ногам что-то прилипнуть. Я должен что-то почувствовать. Двенадцать дней тихо, как в раю. И вот как теперь это объяснить? Ведь мне-то как раз легко было проверить, это все реально или нереально, это все работает или не работает. Оказалось, работает. Ведь я подумал как? Что такое? То, что существует в сущности, я знал. То, что их можно изгонять, я знаю. Трудно в церкви, но так, как Влад изгоняет. Типа того, пошли, и табу на этих гадов раз, лак, строим, тук-тук-тыки, пошел. Думаю, что за ерунда, что за развод. Пошел, 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 щелчок пальцев, пошел, 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 пошел. Думаю, интересный вариант. Думаю, неужели это, ну, до конца, на 100% я не верил. И оказалось, что я был не прав. И извиняюсь, ребята, сущности от меня ушли. Вот что интересно. Тихо, тихо, тихо. А с одной стороны, грустно. Почему? Я к ним уже стал привыкать. Как-то кучно без них. Ложусь спать и думаю, ну вот, сейчас кто-то должен пройти. Ну вот, кто-то должен пройти. Но никто не проходит. Тихо, тихо, тихо. Я уже думал бы по именам называть, кто как ходит, в зависимости. Короче, ушли от меня сущности. Вот так-то. Это еще не все. Второй момент. Как все нормальные мужики, я пытаюсь заниматься физической зарядкой, подготовкой, упражнениями. Через день, иногда каждый день. Отжимаюсь от брусьев, от пола, от всего. Другие упражнения делаю. Так вот, от пола обычно отжимаюсь 25 раз. И с трудом 25 раз. И вот, я как уже сейчас посчитал, 10 августа, я отжимаюсь 34 раза. Думаю, что произошло? 34 раза, что же случилось? Как это так за один день, такой прилив энергии? 3-4 раза. Вот это момент. Только потом я просчитал, что это было как раз после чистки. И на следующий день, 35, 35, 36. Думаю, как же, неужели эта чистка так повлияла? Хорошо. Отжимаюсь от брусьев. Обычно я отжимаюсь 3-4 раза, тут раз 8 раз. И еще у меня есть, я делаю обычно еще дополнительно 3-4-5 упражнений. И на всех упражнениях у меня прогресс. Причем прогресс большой, не 1-2 раза, а от 30 до 80 процентов. Все упражнения. А я тогда подумал, как это так? Ни с того, ни с сего. За каких-то день, 2-3 все круто поменялось. А кроме чистки за это время ничего не было. Я не знаю, вы мне поверите, нет. Но кроме чистки, ну как? Тут ничего не было. Вот только день, 2-3 чистка прошла. И потом я стал анализировать. Оказывается, вот я терял биологическую массу, как вот Вера говорила. Я терял биологическую массу. Потом ее мне вернули до 100 процентов. А что это означает? Это означает, что именно вот ко мне вернулась биологическая масса вся. И наверное вернулись какие-то силы. А как по-другому это объяснить? Вопрос интересный опять же, да? Дальше. Третий вариант. Третий моментик. Я стал хорошо спать. Стал спать, как убитый. Такого не было в последние 15-20 лет. Я не помню. С 9 до 6 утра, как убитый. Только мне собака поднимает в 4 утра. Там я иду с ней быстро 20 минут и бегу спать с такой скоростью. Вот это момент. Далее. Давление у меня нормализовалось. У меня не было сильно повышенным. Но, вернее, не было сильно повышенным. Было повышенным, но нормализовалось, пришло в норму. Ну, тут еще немножко другой вариант, почему оно пришло в норму. Я потом еще объясню. Далее. Далее. Ладно. Это все, что касается моих физических данных. Теперь, что касается умственных данных. Так вот. Начнем с самой чистки. То, что Вера говорила, то, что говорил мой куратор верными словами, абсолютная правда. Абсолютная правда. Как они говорят. Вера бегает, что-то ищет, ничего не может найти, все всегда в спешке. Так оно и есть на самом деле. Бегу ищу, ничего не могу найти, все всегда в спешке. Нет у меня чувства какой-то вот, как объяснить, какого-то спокойного. Все, бегу ищу. Короче. Вот такие дела. Далее. И вот. Вера говорила. Говорила моими словами. Вот что интересно. И то сказала моими словами. Оба-на. Так было, как будто я сказал. И то сказала моими словами. А когда она сказала слово естественно, как мой ответ. Так это. Это я так отвечаю. Я всегда так отвечаю естественно. Через каждое второе слово у меня естественно. У меня аж мурашки по коже пошли. Думаю, ну ничего себе. Как хорошо. И когда рептилоид говорил, что я только усугубляю его характер. Эту неудовлетворенность в жизни. Абсолютно верно. Это мой характер. Я ждал такого ответа. Я не ждал, чтобы он сказал. Это я все сделал. Нет. Это мой характер. А он только усугубляет. Так. Теперь перейдем к ответам куратора. Спасибо, конечно, куратору. Потому что все, что она сказала, это все правильно. Действительно, я должен начать все сначала. Я должен опуститься немножко на землю. А то я прыгал, 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 прыгал. Опуститься. Начать с медитации и с йоги. Медленно, тихонько. Не хватает у меня терпения. Я вот такой нетерпеливый. Медленно, тихонько начать с медитации и йоги. Это я как-то как у меня вбилось в мозг. Как-то мне стало проще. Как-то все так просто. А я думал. А я думал, что что-то надо делать как-то. Не знаю. Надо начать с медитации и йоги. И во-вторых, надо познакомиться наконец со своей душой. Как познакомиться, я не знаю. Но я думаю, я к этому приду. Очень мне помогла. Честно. Честно скажу, очень помогла. Как-то все улеглось немножко и упростилось. Ведь раньше что для меня? Какие-то были высокие ступеньки, на которые я прыгал и не мог никак запрыгнуть. А сейчас выстрелилась лесенка вверх. Вот такие маленькие ступенечки. И лесенка вверх. И я вижу вот как она идет вверх. И так все просто. Наступай, иди. Наступай, иди. Как-то все стало мне легче немножко на душе. Думаю, ведь надо только немножко захотеть. И все будет, все будет хорошо. Большое спасибо. Вере, Владу и Ольге за все, что вот, за вот это все, что они для меня сделали. Мне реально очень помогло. Я вот сейчас сижу и как-то вижу эти ступенечки вверх. И я поднимусь по ним. Я, по крайней мере, постараюсь подняться. Да, они, конечно, молодцы. И еще я хочу сказать всем, кто сомневается. Пожалуйста, сделайте чистку. Ведь кто его знает, что может после этого произойти? Ведь, может быть, вы стоите у какой-то стены. И вам... А за стеной, я не знаю, что вы можете перевернуть небеса. Я не знаю, перешагнуть эту стену. И дальше, я не знаю, что у вас все коренным образом может поменяться. Перевернуться на 180 градусов. Или как сказано, 30-60, не знаю. Почему бы не пройти чистку? Вот я не могу понять. Если кто читает эти мои... Читает моё видео, смотрит, не читает, а смотрит. Пожалуйста, пройдите чистку. Я очень доволен. И я считаю, что всем она поможет. Вы не знаете своих способностей. Вы их узнаете и поймете. Но только тем, кто хотел сказать... Да, ничего не хочу сказать. Все нормально. Проходите чистку и поймете, что жизнь только начинается. Как и с фильмом. Жизнь только начинается. Да, жизнь только начинается. Всем большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok